Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня поговорим о огурцах. Наступила пора огурцов и в теплицах у многих огурцы уже покрылись вот такими красивыми, аппетитными плодами. Но ни одному огороднику, наверное, не удается вырастить свои огурцы, не встретив вредителей. Вредители тоже появляются на огурцах и возникает вопрос. Вот сегодня девушка задала вопрос. Как же быть, как обрабатывать можно или нет огурцы, если там уже висят плоды у нее? Ну, во-первых, если вы увидели вредителя и вы не обработаете, то все эти ваши огурцы вредители могут погубить. Ответ однозначный. Обрабатывать, конечно, нужно. Но просто нужно очень внимательно подойти к выбору препарата, которому вы будете обрабатывать. Любой препарат не подойдет. Вот, например, препараты с длительным сроком ожидания 20-30 дней вам не подходят. Вот смотрите, девушка сказала, у нее белокрылка. Вот, от белокрылки может спасти искра. Но если мы посмотрим, сколько нужно ожидать после обработки, то мы увидим, что ждать нужно 20 дней. 20 дней ожидания на огурцах не подходит, потому что за 20 дней они вырастут, перерастут новые. Ну, вы представьте, 20 дней это 3 недели. Весь этот урожай придется выбросить. Кушать нельзя. Значит, нужно выбирать только те препараты, у которых маленький срок ожидания. Я уже говорила, вот такие, как фитоверм. Фитоверм – это биологический препарат 4-го поколения, основой которого являются продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Это значит, вот все органические средства, они разлагаются очень быстро. Вот этот фитоверм, ну, как все его, все, что туда входит, все вещества, они разлагаются за 2 дня. И срок ожидания у него 3 дня. И везде в статьях написано, что фитовермом можно обрабатывать даже в то время, когда у нас есть вот такие плоды. И можно кушать этот урожай без вреда для здоровья через 3 дня. Так. Уничтожает все виды растительноядных клещей, колорадского жука, белянок, капустных совок, пилильщиков, шестовердок, плодожорок, трипсов. Все не буду перечислять, но тут главное, что мы видим. Так. Можно опрыскивать. Я даже не буду читать, я так знаю, не буду читать долго. Этим препаратом можно опрыскивать 3-4 раза с интервалами. Если вы обработаете огурцы, за 2 дня вы избавитесь, ну, в течение 2 дней погибнут все вот эти вот насекомые вредители, которые населили ваши огурцы. И повторить следующую обработку можно через 20 дней, 15-20 дней. Раньше, чем через полмесяца, обрабатывать еще раз все-таки не стоит. Хоть он и безвредный, но, ну, по крайней мере, этот препарат более безопасен, чем другие. 3 дня подождете, можно употреблять в пищу. Поэтому именно этот препарат используется для обработки комнатных цветков, без выноса на улицу, он безвреден. Для обработки культур вот таких овощных, которые уже с урожаем. Вот эта ампула, она хорошо растворяется в воде. Единственное, что вам нужно внимательно прочитать инструкцию. Для разной культуры, разное количество воды на 1 или на 4 миллилитра, таблицу читайте очень внимательно, потому что для картофеля разводится одна концентрация, для яблони другая, для огурца третья. Какую хотите культуру обрабатывать, ту и выбирайте. Вот, на вопрос, который задала девушка, как быть, можно ли обрабатывать с плодами, я отвечаю. Обрабатывать можно, но нужно внимательно выбирать средства для обработки. Когда у вас вот такие уже плодики, то нужно выбирать те, у которых короткий срок ожидания, такие как фитоверм, 3 дня. Все обработали, 3 дня прошло, можете кушать. Через 2 недели можете обработать еще раз. С длительными сроками ожидания, вот на таких культурах, которые быстро дают плоды, такие как огурцы, наверное, ну, например, сильно действующие препараты с длительным сроком ожидания, такие вот, как искра, например, нельзя. Выбирайте, смотрите внимательно инструкцию. Все средства для борьбы с насекомыми, они очень разные. Подбирайте именно те, которые вам нужны. Например, картофель можно обработать любым средством, потому что он будет у нас готов только через 2 месяца, может даже и 3, а вот такие, как огурцы, нельзя. Капусту, которую на зиму мы садим, зимнюю, позднюю, можно обрабатывать средствами с длительным сроком ожидания. А раннюю скороспелую нельзя, потому что мы ее будем кушать уже вот сейчас, через 2 недели, или через месяц, может быть, кто-то уже кушает. Разделяйте, отсортировывайте препараты с длительным сроком ожидания и с коротким. Изучите их и знайте, какими мы можем пользоваться сейчас, а какими можно пользоваться только рано весной, когда еще никаких плодов нет. Все мои статьи и видеозаписи вы можете посмотреть на моей странице в Одноклассниках. Набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Там все свои действия по выращиванию рассады, как я ухаживаю за растениями, все выкладываю. Добавляйтесь в друзья и будете получать все это по рассылке. До свидания! Желаю вам побороть всех своих насекомых-вредителей и получить хороший урожай. У меня вот еще ничего тут нет, свеженькие такие листики, хорошие. Но если кто-то заведется, я тоже обрабатываю огурцы фитовермом. Никакой другой, более там действующий препарат не нужен. Он немного послабее, конечно, но зато безопасен для людей. И для всех насекомых, ну как, для людей, для растений для наших. Все, до свидания!